В первый класс она пойдет уже не в первый раз. Гордое звание первоклассники Алиса Яценко пронесет дважды. И дело не в том, что маленькая девочка плохо училась. Такие казусы в школьную жизнь Алисы добавила война на юго-востоке Украины. В незалежной по закону дети начинают учиться с шести лет. Как только в стране объявили мобилизацию, семья Яценко уехала из родного Стаханова в Краснодар. Здесь Алисе исполнилось семь, возраст которого начинают принимать уже в российские школы. До начала учебного года еще две недели, а Алиса уже сидит за партой. Процесс адаптации украинских детей к российской школе в самом разгаре. С ребятами, бежавшими от войны, на каникулах занимаются их будущие классные руководители. Общение с первоклассниками проходит в игровой форме. Так учителя могут понять, какие базовые знания есть у ребенка и насколько он готов к школе. Алисочка, расскажи, а у тебя какое любимое занятие? Лепень по настибунам. Алисе и ее брату Никите, который пойдет в шестой класс, придется привыкнуть, что российская пятерка – это лучше, чем украинская семерка. В соседнем государстве 12-бальная система оценок. Различия в структуре образования не заканчиваются на отметках. Украинские власти, по словам отца Алисы и Никиты, со школьной скамьи вбивают в головы детей антироссийские настроения. Переписывают историю на свой манер. Пытаются переиграть, что вообще Вторую мировую войну выиграли американцы, а не Советский Союз. Вот у них есть такая политика. Я мечтал попасть в российскую школу, чтобы ребенок знал правду о своих дедах, прадедах, о том, что происходило во Вторую мировую. Учебники не только с историей получит каждый ребенок из семьи беженцев. Алисе уже вручили бесплатный набор книг. Склады на Кубани к 1 сентября заполняют дополнительным тиражом учебников. Новый школьный год для детей из семей беженцев должен начаться вовремя, так же, как и для кубанских учеников. Такое поручение на рабочей встрече с министром образования дал губернатор края Александр Ткачев. Я говорил с самого начала, что наша обязанность, мы должны предоставить такую возможность. И, конечно, 1 сентября дети с Украины, прежде всего, с Луганска, с Донецка должны прийти в классы. И, конечно, мы должны подумать о, естественно, школьном интернаторе, учебнике, это иранцы, это и другие принадлежности, чтобы дети из Юго-Востока, конечно, чувствовали себя полноценными учащимися наших средних школ. Я очень надеюсь, что эта работа будет организована и хотел бы узнать, что нужно, может быть, еще какая-то помощь, поддержка. Мы уже скорректировали закупку учебников, все получат бесплатные учебники, комплект в обязательном порядке. Книги покупаем за счет краевого бюджета все 100%. Канцелярские товары мы провели переговоры с издательствами. Многие издательства проявили желание обеспечить и выделить канцелярские товары. Муниципалитеты работают еще и с предпринимателями. Тот объем, который мы сейчас видим, он дает понимание, что канцелярские товары обеспечены будут все. Еще одно требование, это, конечно же, в обязательном порядке школьная форма. У нас есть производители, которые откликнулись на этот вопрос, и ребята эти школьную форму, максимально приближенную к школе, в которой они идут, они получат. Минимальный набор это светлый верх, темный низ, торжественная парадная форма, дети эти получат. Особенно, конечно, уделить внимание детям, которые первый раз идут в первый класс. Главное событие, я думаю, в жизни каждого ребенка и родителей. Поэтому мы должны максимально сделать все, чтобы эти ужасы, которые были, увидели дети не по возрасту, безусловно, а на Украине, чтобы побыстрее забыли и, конечно, адаптировались в нашу такую кубанскую миролюбивую среду. По статистике, каждую неделю на Кубань приезжает тысяча детей из Украины. Всех их заносят в базу данных. Так легче понять, сколько дополнительных учебников необходимо и в какие школы пойдут дети. По всему краю работают специалисты, которые раз в неделю приходят в гости к новым семьям, бежавшим из Украины. В анкету заносится количество детей в семье и их возраст. Назначается даже дата для примерки школьной формы. Чтобы их ребенок попал в школу, родителям достаточно принести паспорт и написать заявление с указанием класса, в который пойдут дети. Но поблажек во время обучения для бывших украинских школьников не будет. По словам педагогов, такой подход только навредит детям. Процесс обучения должен незаметно проходить для ребенка. И он должен чувствовать себя равным среди равных. И ничем не выделять этого ребенка. Если понадобится, подтягивать по программе школьников. Кубанские учителя готовы в свободное от уроков время. Понимают все. В первую очередь понимание, сочувствие, сожаление о том, что такое происходит в Украине. И поэтому с удовольствием идут навстречу. Из 9,5 тысяч маленьких беженцев из Украины половина дошкольники. Для них тоже подыскивают места. 220 малышей уже устроили в детские сады. Помогать тем, кто бежал от войны на Кубани, готовы и дальше. Особенно детям. Ведь они не виноваты, что некоторые взрослые не понимают простых вещей.